Первые блюда, закуски, мясо, рыба, как кулинарные шедевры. Степан Ставолосов готовит куриный рулет. Он еще не шеф-повар модного ресторана, но вполне может им стать в будущем. Сегодня вместе с другими студентами он защищает свою выпускную работу на повара-кондитера. Еще в детстве бабушка очень часто готовила выпечку, делала дома. Я, будучи маленьким, очень все время крутился вокруг нее. И очень любил ее торт «Наполеон». Бабушка у меня всю жизнь работала поваром, и я пошел по ее ступам. В армии я уже отслужил, и сразу после завершения учебы пойду работать поваром. Практику я проходил в лечебно-оздоровительном комплексе «Витязь» и работать собираюсь там же. Степан поступил в колледж еще до армии. Вернулся и завершает начатое. Сегодня знания и умения защищают перед комиссией, в составе которой потенциальные работодатели. Именно они оценивают уровень профессиональных знаний у студентов и присматривают себе кадры на работу. Машины – это один вкус, когда делают. А когда люди делают это руками и с душой, совершенно другой вкус. Степан справится, я думаю. Я пришла сюда учиться, потому что мне нравится готовить. Повар-кондитер – это специальность очень важная. То есть она везде востребована. Эта работа повара-кондитера очень востребована. С того момента, как я уже пошла учиться, уже начала кормить всех. Всем все нравится. Пока студенты-повара готовят, в сварочном учебном цехе свой экзамен на профпригодность дают сварщики. Владиславу Иларионову профессию газоэлектросварщика рекомендовали друзья. Учиться пришел после девятого класса. Ну, посоветовали мне, я и пришел. Если так первый раз пробовать, то да, сложно. А так, как бы, если научиться, то уже нормально. Самое сложное, что не проводить металл и все. Самое сложное, надо, если когда металл тонкий, то надо подбирать там электроды. Выполнив задание по металлу, ребята сдают теоретический экзамен, демонстрируют детали и технологию их изготовления. В комиссии также работодатели. После обучения работать ребята смогут сразу по двум специальностям – газоэлектросварщик и слесарь-сантехник. Дмитрий Образцов планирует когда-нибудь в будущем открыть свое дело. И считает, полученные навыки обязательно пригодятся в жизни. Пришел сюда, чтобы получить профессию электрогазосварщик и сантехник. Потому что, так как считаю, то, что эти профессии очень сильно востребованы. Ну, я считаю, что очень хорошо быть рабочим и что-то уметь своими руками. Мне безумно нравится работать с металлом. Я считаю, это мужская профессия. В Анапском колледже сферы услуг специалистов готовят по двум уровням программ. Среднее специальное образование и подготовка квалифицированных рабочих. В этом году колледж выпустит 79 специалистов рабочих профессий. Рабочих кадров на самом деле не хватает на производстве. Это те люди, которые делают саму работу. Поэтому все наши выпускники, которые получают профессию, они всегда находят себя на производстве. В Анапу круглый год приезжают гости. Здесь много предприятий общественного питания, которым нужны квалифицированные повара, кондитеры, официанты, бармены. Предприятия сферы торговли заинтересованы в продавцах, кассирах, контролерах. В сфере жилищно-коммунального хозяйства нужны слесари и сварщики. Ребята обязательно найдут работу и станут профессионалами.